Подземные источники в селе Коксоек продолжают бить из-под земли, как и много лет назад. Эти источники местные жители оберегают как могут, стараясь не возводить свои дома близко к родникам. Но это негласное правило недавно было нарушено. В нескольких метрах от родников частник построил платную сауну и туалет. Нетрудно догадаться, что канализационный септик, куда поступают стоки, расположен тут же. Она вместе с ним уходит сюда, варит же, в родник. А там купаются люди, дети. И все болезни. И пьют. Сельчане просили собственника перенести сауну в другое место. Однако их просьба новоявленным предпринимателям услышана не было. Тогда жители руководства и законодательством обратились в местные исполнительные органы и департамент экологии с просьбой оградить родники от опасного соседства. И это идет нарушение закона. Вот в земельном кодексе прямо сказано, что не могут быть предоставлены в раздельную собственность земельные участки, занятые обводительными сооружениями совместного пользования. Это нарушение земельного кодекса идет. Видимо, и наши руководители, они не совсем знают этот земельный кодекс и не выполняют его. Тем более, даже если они построили здесь, наверху этого, пускай они пользуются, но родника надо освободить его, потому что это святая святых. Я так думаю. Независимые эксперты сходятся во мнении, что родники, расположенные ниже уровня ассоциализационных сооружений, подвержены великому риску того, что по водоносному слою нечистоты попадут прямо в источник. Тут речь идет не только о соблюдении водоохранного законодательства и законодательства об условиях выделения земли, землепользования, что сделано с явными нарушениями, потому что некоторые участки здесь выделены вместе с родниками. То есть территория родника, получается, входит в территорию земельного участка, что не должно быть категорически, потому что все источники воды, они союз собственности государства. Пока вода в источнике отличается своей кристальной чистотой, тысячи людей разных национальностей и вероисповеданий приезжают к роднику, который в народе называют святым. Согласно закону, департамент экологии в течение месяца должен отреагировать на письмо жителей. К этому времени экологи проведут проверку, о результатах которой нам в департаменте пообещали рассказать. Знаем снятие грехов лишь до первых петухов. Не забудьте помолиться и святой водой умыться. Будет чище ваша плоть, да простит вас всех Господь.